Русский мусульманин. Первый сезон 16 серии. Просто скажи, что поговорить хочется. Алло. Саламу алейкум, брат. Да. Брат, ты сейчас с кем? Кафе рядом? Брат, может что-нибудь придумать и сказать ему. В офисе увидимся. Надо поговорить. Да-да, давай без него, брат, знаете. Все, все, давай. Саламу алейкум. Как дела, брат? Саламу алейкум. Как дела, брат? Саламу алейкум. Саламу алейкум. Это брат стал, альхамду ля. Сахаду сказал, да, альхамду ля. Поздравь его. Яхер, очень рад за тебя. Пусть он будет тобой домой, брат. Извиняюсь за то, что... Да ладно, брат, забили, нормально все. Альхамду ля. Главное, ты брат. Маша Аллах, очень рад за тебя, брат, с накоплением в Ислам. Брат, Ислам это истина, брат. Все мы когда-нибудь умрем, брат. Никто из нас не вечим, брат. Рано или поздно мы все пристанем перед Господом. И Господь Бог в первую очередь спросит у нас, совершал ли ты поклонение, намаз имеется в виду, брат. Все остальное будут вторичные вопросы. Альхамду ля, брат, видишь, терпение. Как говорил посланник Аллах Алексеевну, всему есть границы на терпение в первую очередь. Надо... Как он показал нам, например, как я тебе сколько говорил до этого. Альхамду ля. Все это делается потихоньку. Не сразу, брат. Не сразу. Машалла, машалла. Мило санафас. Это одна победа, брат, над дьяволом. Ты сейчас хребет дьяволу сломал, брат. Я очень рад, брат, что ты наш брат поверил. Еще один момент хотел сказать, брат. То, что все предыдущие грехи тебе были прощены, брат. Да? Конечно, брат, в этом не с вами. Ты подобно тому, кто родился заново, брат. Кто-то говорит, брат, вернулся. Каждый человек рождается вообще... Каждый человек рождается на единобожии. Только их родители делают. Кого-то христианином. Кого-то иудеем. Кого-то многобожником. Определенно в семье рождается. Обычные родители влияют на будущее своего ребенка. Так сказал посланник Аллаха Алексея Расимова. Когда у него спросили касаемого ребенка, он что сказал? Он говорит, каждое творение Всевышнего Аллаха рождается на естестве. На своем правильном естестве. То есть мусульманином. А потом родители его делают кем? А у югданихи, у нас иранихи, а у мадисиани. То есть христианином, иудеем или идолопоклонникам. Понимаешь? Поэтому ты на сегодня день, архамду лаля. Видишь, даже Абдурафим рад. И другие братья, которые тебя будут узнавать. Архамду лаля. Единственное, что надо себя менять. Ломать хребет человеками. Понимаешь? Сейчас мы равно ждем. Пойдем в офис зайдем. Брат, когда-то мы... Аллах говорит, когда-то вы были друг другу врагами, но стали верующими. Поистине верующие для друг друга. Братья. Брат, алхамду лаля. Мы братья. Барак и лафик. Пусть Аллах укрепит нас в религии. Пойдем. Спасибо. Что там? Как ты? Что там? Рафаэля нету? Нет, я один ушел. Блин, он не придет как-то есть? Не знаю. Просто надо было с тобой один на один поговорить. Ну пойдем, что? Нет его здесь. Что ты, кстати, где был? Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Как дела? Нормально у вас, и Аллах. Ахамду лилля. Нормально. Нормально. Ассаламу алейкум. Ну что, где? А работе то все там. То занят, то еще что-то. Брат, а что ты меня ни разу не навестил? Говорю, что там работа то все. Да какая работа? Мы же знаем прекрасно, что ты нигде не работаешь. Ну не получилось вообще. Ты вот этот Рафаэль, да? Честно скажи, Рафаэль, да? Чего Рафаэль? Отговорил тебя идти. Ну вообще да, было там. Рафаэль тоже говорил. Чего? Зачем туда-сюда? Просто вот свои же кенты родные, блин, ни разу не навестили. Ну вот пацаны, которых я думал, что они мне какие-то соперники, там враги. Пришел, наставление мне сделал. Навестил фрукты, мрукты. У нас времени, наверное, не было. Да какое время, брат? Я же знаю, что вы, блин, ходите. Постоянно балду гоняете. Брат, просто я думаю, нам уже подальше надо от Рафаэля держаться. Чего он? Да, мне кажется, он, блин, портит нас, брат. Портит нас? Настоящие эти братства, вот я только внизу. Бисмилля, Амиран, помнишь, когда у тебя просил адрес, чтобы навестить Тахира? Ты мне говорил, что ты сходишь обязательно. Я тебе говорил, он же твой друг, сходи к нему, напоминание сделай. Это же не что иное, как милость от Всевышнего Аллаха. Аллах, Субханаллах, меняет твое положение. А я, когда пришел в Тахиру, оказывается, и ты не приходил. Конечно, мне не по себе было. А я так же пошел? Что побудило тебя не прийти к нему? Что помешало тебе, Субханаллах? Неужели... Ваш общий друг, Рафаэль, влияет на вас так сильно, Субханаллах? То, что у него такое положение, я неоднократно вижу. Но я не думаю, что ты взрослый человек, Субханаллах. И поведение у тебя, как у ребенка по отношению к нему. Я тебе, наоборот, сколько говорил, когда мы встречались с тобой в последний раз. Ты вспомни, я тебе говорил, сходи, навести своего друга. Я даже сделал так, чтобы бизнес остановить. Субханаллах, брат, я тебе что хочу сказать? Ты на сегодняшний момент должен исправлять себя. Покаяться перед Всевышним Аллахом, Субханаллах. Вот, Архамдуля, Тафир, я ходил в больницу, он сказал слова Сахады. Архамдуля, теперь он твой брат, он наш брат, Архамдуля. Он засвидетельствовал, что нету Бога, кроме единого Аллаха, и что Мухаммад, его раб, его посланник. Субханаллах. Рафаэль взводит. Да? Оставь пока. Отключи телефон. Не пока, а вообще и вас. Рафаэль. Брат, важный вопрос, но точно он тебе не позволит. Да. Я думаю, что вот сейчас вот Архамдуля, когда мы с Тафиром встретились, и он тебя позвал, я его попросил, чтобы с тобой встретиться, потому что я понимаю, да и сам Тафир мне говорит, что вы очень много времени проводите с Тафиром. ничего хорошего ты не возьмешь оттуда. Никакой пользы ты оттуда не возьмешь. Ты только будешь углубляться, углубляться и будешь тонуть. Понимаешь? Я тебе говорил и говорю. Религия Всевышнего Аллаха показывает тебе, что ты должен исправлять себя, и должен делать причину, чтобы люди видели, что ты исправляешься. И тогда люди пойдут к тебе. Понимаешь? А если ты будешь себя так вести, то не будет никакой пользы. Вот тебе сейчас твой друг говорит, аль-хамдуляля, он сейчас у нас брат, он принял религию Всевышнего Аллаха, ты посмотри на него. И я же тоже принял религию. Аль-хамдуля. Я уже им рассказал, брат, как ты принял религию. Так что, нечего сказать. Ну, я кассейсу, естественно. Амиран, эта ситуация, о которой мне рассказал Тафир, я прекрасно понимаю суть, да, я понимаю, что опять же тебе скажу, что если ты, мы, я тебе в тот раз говорил, у тебя будут такие друзья, ты сам будешь такой. Понимаешь? Поэтому надо менять себя. Аль-хамдуля, вот сейчас он, он принял религию Всевышнего Аллаха, и он сейчас тебе говорит. Тогда, когда ты должен был пойти к болицу и ему сказать за это. Посмотри, как Всевышний Аллах поменял. Ты даже представить не мог, что он тебе сейчас за это будет говорить. Разве тебе это приятно? Аллах перевернув сердце. Аллах, Субхану Аллах, перевернул сердце, а его с ней по отношению к тебе, ты посмотри на насколько. Субхану Аллах. И я тебе сейчас просто как брату говорю. Делаю напоминание и говорю тебе, брат, исправь себя. Сделай хауба. Попроси у Аллаха, Субхану Аллаху прощения. И не возвращайся к тому, что у тебя было. Ведь Аллах, Субхану Аллаху прощающий, принимающий покаяние, пока ты еще живой. Исправь себя. А почему в данное время ты мне перестал звонить? Потому что это дунья и такие друзья тебе не дадут со мной общаться. Ты понимаешь? Аллах в Куране говорит, друзья, с которыми сейчас общаешься же, друзья станут врагами в судный день, кроме тех, кто уверовал. Те, с которыми ты сейчас общаешься, в судный день непременно начнут тебя сдавать. Ты перед ними грешил, открытое или скрывая что-то. В любом случае, если они знают за тебя, за твои грехи, они будут в судный день тыкать на тебя пальцем. Амира, тебе нужно просто покинуть какие-то друзей, они будут влиять в любом случае на тебя. Опа! А что? Что за сбор? Я не понял.